всем огромный привет добро пожаловать на мой кулинарный канал пробовали ли вы когда-нибудь маринованные кабачки они очень получаются похожими на маринованные огурцы я попробовала их впервые результат превзошел все мои ожидания рекомендуем на сто процентов проверено малоежками мы с алексеем уже попробовали их на нашем мукбанк канале ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео переходите дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами также кто еще не знаком с нашим семейным каналом все эти рецепты мы снимаем для вас с любовью из турции переходите знакомьтесь по ссылочке внизу в описании добро пожаловать будем рады видеть каждого из вас но сейчас оставайтесь со мной я вам подробно расскажу как приготовить вкуснейшие маринованные кабачки на зиму мы начинаем чтобы приготовить маринованные кабачки такие же как огурчики нам потребуются кабачки количество не рекламентируется сколько поместится у меня сегодня 3 литровые банки также мы возьмем пару морковок для декорации чуть позже покажу как мы будем декорировать и небольшое количество петрушки у меня лучше конечно брать укроп но в моем случае петрушка другую зелень я не нашла также нам потребуется в каждую литровую банку по два зубчика чеснока по одному лавровому листу и треть чайной ложки буквально черного перца если есть душистый перец можно взять душистый значит для начала мы с вами подготовим овощи от кабачков срезаем с двух сторон несъедобные части все остальное нарезаем по одному полтора сантиметра толщиной вот такие кругляши вот такой толщины нарезаем кабачки таким образом подготавливаю все кабачки пару кабачков оставлю для декорации сейчас покажу как будем декорировать у меня есть вот такой станок также срезаю кончик от кабачка а дальше смотрите сначала прорезаю прямо затем разворачиваю на 45 градусов разворачиваю опять прямо на 45 градусов вот таким образом кручу кабачок и у меня получаются посмотрите вот такие вот красивые кругляши посмотрите какая красота получается таким образом подготавливаем кабачки точно также поступаем с морковкой тоже прямо под 45 градусов прямо под 45 градусов и у нас получается точно такая же но уже морковная сеточка таким образом подготавливаем декорирующий материал и чуть позже будем заполнять банки покажу как все друзья кабачки и декорирующий материал я подготовила дальше берем банки банки у меня заранее стерилизованы стерилизую их следующим образом чистые банки помещаю холодную духовку и разогреваю ее до 160 градусов с момента как только духовка разогрелась засекаю 15 минут в течение 15 минут стерилизую банки на дно каждой банки отправляю несколько веточек петрушки как я уже сказала петрушку лучше заменить укропом кстати если найдете листья хрена в россии их достаточно легко найти то тоже можно отправить на дно банки дальше на дно каждой банки отправляется лавровый лист примерно по пол чайной ложечки черного перца горошком можно треть чайной ложечки вот так примерно далее каждую чесночинку я делю на 3-4 части и отправляю тоже в банку по 2 зубчика чеснока в каждую банку и делю их вот так на части далее банки заполняем кабачками кабачками мы заполняем сначала до половины а затем начинаем декорировать нашу банку вот такими вот подготовленными заготовочками вот так сбоку банки устанавливаем подготовленные заранее для декорации кабачки и морковки посмотрите какая получается красота произвольном порядке в принципе вот так вот просовываем в банку кабачки и морковку вот таким образом пока буду развлекаться чуть позже покажу что делать дальше после того как на половину банку мы декорировали продолжаем отправлять дальше кабачки но не совсем до полного так чтобы нам так чтобы нам продолжить декоративный ряд но и вот таким образом развлекаемся украшаем нашу замечательную вкусненькую баночку с кабачками снова задекорировали банку нашу почти до полного и заполняем остатками кабачков когда банка заполнилась до конца приступаем к следующей банке все то же самое проделаем со второй и третьей банкой все друзья банки я все заполнила декорировала вот такая красота у меня уже получается дальше нам необходимо в банке налить до полного кипяток крутой кипяток только что закипела вода у меня и заливаем эту воду в кабачки далее прикрываем крышкой и оставляем прямо вот так на столе на 10 минут тем временем пока у нас с вами стерилизуются банки мы приготовим рассол для рассола я беру 2 литра воды отправляю в него две столовые ложки сахара и три столовые ложки соли рецепт рассола проверен годами моей свекровью поэтому на сто процентов могу сказать что сочетание соли и сахара будут просто идеальными все хорошо перемешиваем отправляем на огонь до полного растворения соли и сахара и до закипания все друзья прошло у нас 10 минут берем чашку и аккуратно сливаем воду вода нам больше не понадобится мы ее утилизируем тем временем в кастрюле у меня уже закипел рассол я его переливаю в чайник чтобы удобнее было потом заливать в банке из чайника опять заливаем в банку не совсем до конца потому что нам еще нужно будет налить 40 миллилитров девяти процентного уксуса так заливаем почти до конца до плечиков и 40 миллилитров девяти процентного уксуса не забываем так заливаем уксус этой же крышкой закручиваем уже хорошенько при необходимости помогаем себе полотенцем и переворачиваем вверх дном точно также поступаем с оставшимися банками все друзья вот такие красотки банки у меня уже закручены дальше накрываем их одеялом и оставляем до полного остывания при комнатной температуре прямо на кухонном столе чуть позже одну банку мы с вами откроем продегустируем намок банк канале и я еще раз покажу как это аппетитно и вкусно выглядит друзья посмотрите вот такая красота у меня получилось нам с алексеем уже не терпится попробовать ее на нашему банк канале ссылочку оставим вам как всегда внизу в описании под этим видео но это видео буду заканчивать если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова